Дякую, Сергей, что мне есть подарок, старшиня, что многое сябры со святой саправды. Мое поколение, на жаль, не со школы и не с масс-медио доведывалося про то, что мы маем это свято, что мы маем свои стя, что мы маем свои великые историчные апостасы. Кожные калинии историчной правды, которые было добываться, но в общем, об этом говори, оно еще более ценилось. В этот первый раз мы отзначили мое маестровское поколение День незалежности в лесе под станцией электрички Аксиевка в 1982 году. Некольких развагов и выслов из этих юбилейных дем. По-перше, яны, ты, кто творил Белорусскую народную республику, были романтиками, не оглядывая на практицизм, прагматизм и профессионализм. Вернее вразило было моего доброго сябра Олеся Галяцкого. Накольки романтичными были белорусские войсковцы. Он нам подректовал бы в цикле публикацию. Белорусские поэты-войсковцы. Генерал Булак Молокович, Олесь Смоленец, Костус Язовитов. Они все писали верши и поэмы, по ми своими ратными здесь с ними. И в этой дарочи смерчи спротовое, что, когда ты берешься за белорусскую справа, ты повинен быть, как без них за советами оказались, мать станочника, ты повинен уметь родить пусть все. Потому что, когда не ты, то никто. Потому что охранять обе, это никто не зробит, а потом мальчина будет поздно. Ну и, напомню, это наибажнейший урок для всех нас, и особливо для цеперашнего молодого поколения, якое повинено перонять стяг. Не сподзираться, что белорусская станет местом, где можно сдавить худкоплывную лучшую карьеру, что она принесе материальные набробытые, усилятые профиты. Не, верьми часто бывает и на отворот. Так, я бы это отговорился, когда залезь инфляциями, на яку я изгадал, и нажалить многими ими ими героями, бороться бы за незалежную Белоруссию. Але, ка в это, треба быть готовым, а ка быть готовым, треба меть в сердце идеи. И мне важно, мне здаётся, не упадать в певную иллюзию, яка я цапер калевуюцца, вот калейниками нашим, как можно сказать, дискурс, субастином, субастином и старой государственной, что навлял той проект национальной державности, в каких выношенней АйЦи БНР, что я навлял не справлюсь. А за этот час марш, что изменилось, изъявилась постнациональная Европа, изъявилась глобалистичная, глобалистичный концепт, далейшего развития человечества, и так далее, и так далее. Больше у Белоруссии в этом проекте ещё маю потенциал. И, как показывает наша мою новую историю, ненавито за национальными, за незалежницкую идею, люди готовые отвергаться и отвергаться. Заверните увагу, что одним из первших прошений, формальным прошением, той Рады БНР, литерально 8 дней после 25-го сокровика, было. Народный сократариат БНР принял постанову про отвешение белорусской мовой, державную, я бы не сказал, мовой республики. Это значит, что здесь идет, у нас, друзья, великий важный день, день державности белорусской мовы, и темало инших принциповых решений, державотворческих, основотворных решений, было ицами БНР принято. Не могу не сгадать, что сегодня, мы скажем, День Воли, это верный привожий, это рычный вырос, який народился в 1990-м годе, автор, автор, якохе сдается, это ценность присутствует, але незабываемость, что 25-го сокровика, была обвешана державная незалежность нашей краины. Иначе, краина Беларуси становилась державой Беларуси. Чему треба памятать, что в этот день незалежности, потому что изъявляется, по мнению, перонять и выпустошить это и слово. Все, мне пришло, я бы, жалю, и, может быть, мне тоже паникливы, аналитиков европейских и наводзорокеянских, что теперьочник и ровник державы изъявляется гарантом державной незалежности Беларуси, потому что в его жарето хотел встретить материальный интерес. Чего подобного. Одиным гарантом державной незалежности Краины может быть только е-е усвятомленный народ, и, ки разумею, что емс гарага и батьков, зеля своих детей, внуков и бравоков, и зеля бога спутерят своими прадедами, героичными, не поисково героичными, вератым, и кто створил для нас в эту Краину. Так что день незалежности, день воли. Чему снова день, чему нас день воли принялся? Да потому что нам не браку, нам браку и свободы. Индивидуальной, политичной, творчной, экономичной, любовью. И тому люди все равно выходят, ушановывающим в эти идеалы свободы на улице белорусских городов. А я при этом памятую, что без незалежности не можно быть справа на русском. Живей, Белорусс!